Итак, всем привет, с вами Добгэм, продолжаем играть в Broder Crinch за Францию. Подкушали мы Бельгию, немножко с Вестфалией разобрались, больше повстанцев у нас нету, ни в нашей стране, ни в наших марионетках, по крайней мере, в европейских. В Африке, насколько я помню, из игры за Германию еще есть проблемы, мы ни с какими из них не, как бы, не справлялись. Наверное, стоит перед войной с Пруссией, но мы посмотрим. Пока что занимаемся тем, что нам точно полезно, это захватываем новые земли. Так что поехали, если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, мы же начинаем. И я думаю, что есть смысл от этого генерала сделать фельдмаршалом, у него отличный стат, у него самая большая атака, при этом у него есть блестящий стратег, так что он для нас идеален. Команды хачков все еще нету, так что окей, да. И сюда мы вместо него можем поставить Деголя, пока что, дальше посмотрим. И уже пришло время мобилизовать нашу экономику, конечно же. Все это время строились без мобилизованной экономики. Теперь пойдет повеселее, хотя скоро мы уже все равно перейдем на военные заводы, я думаю, плюс еще, наверное, построим немножко синтетики где-то между. Ну, в Северствале я сделала все фокусы, что хотела, точнее, что могла сделать. Скоро нам их, я думаю, аннексировать, получим мы все опять, что правильно, кучу промки. Это всегда приятно. Я думаю, мы нажимаем сейчас кнопочки на поддержку войны и на стабильность, потому что у нас здесь числа базовые достаточно низкие. Так, мы аннексировали, теперь интеграция Рынской области. А, подождите, мы не все получаем. Рынская область, Мозели и Правый берег. Ага, да, мы не все получаем, к сожалению. Что меня немножко расстраивает, кстати говоря. Ну, ладно. Все, еще достаточно приятно получить вот эту всю промышленность к нам. Котика, конечно, ждалось больше. Так, давайте, может, откроем решение колониальных инвестиций. Я не знаю, что это, но можно посмотреть как раз и узнать. С Испанией тоже разберемся, тоже к нам заберем. И давайте фабрики позакидываем, все наши брейки, потому что за два спалитки всего лишь, без страты наших собственных фабрик, мы спавним очень много промо. Это звучит выгодно. Испанией отказывается. 35 дней потратил просто так. Слушайте, говоря, грустно. Да. Что мы можем сделать иначе? Наверное, до войны с... как бы... в Руссии нет. Что ж, можем пойти куда-то сюда и, наверное, поразбираться с нашими марионетками, чтобы потом никто случайно не восстал. Вот, допустим, сюда мы не сможем пойти точно. Хотя бы мы, в теории, кстати говоря, смогли бы национализовать почти все территории, походу, если бы мы пошли бы в левые доктрины. Но, я думаю, так будет нормально. Что да, накачиваем наших ребят в наших колониях. И, на самом деле, промо у них, кстати, не такой маленький. Тут еще и промо еще не докачали, хотя туда фокусы могли бы и взять. Какой-то странный... Ну, пойдет, пойдет, я бы сказал, уровня. Канавер просит о помощи. Уф. Слушайте, я, конечно, был бы не против. Вообще, я готов уже побоевать с Пруссией. Не думаю, что они с нами справятся. В крайней мере, пропустить нас точно не смогут. Ну, а такие дебафы получать как-то не хочется. И железная дорога, да, добрее. Можем ее построить. Можем разобраться с сопротивлением племен. Я бы, наверное, так, я думаю, и сделал бы. Канавер предлагает пакт, но... Смотрите-ка, они нападение на друга и предоставить военный доступ. Войне против Просаков. Да, давайте, почему бы нет. И, противника, начинаем мы делать синтетику, но я пока что не стесняюсь покупать топливо иностранное, чтобы потренировать получше наши вот эти вот корабли. У нас есть что потренировать. И самое главное, у нас вот эти авианосцы тоже нужно будет тренировать. Перед этим надо их дарифитить. И для этого я бы, наверное, взял себе вот этот дебафчик. Есть железная дорога. Делаем теперь борьбу с племенами. И можно будет еще чуть-чуть подстроить синтетики, после чего уже на полную будем строить военные заводы. Но я думаю, у нас на это время еще кое-какое есть. И, блин, реально, мне кажется, в Аликсенбурге так и сделано. Типа, чтобы не качали промо самым последним. Потому что, посмотрите на это. Не качать все, что только можно, но только не промо. Поэтому нет смысла делать фокус. Но я не уверен, что он анонсирует ее. Но, наверное. Тем не менее, давайте-ка... Возможно, стоит пройти по вот этим техам. Я бы, знаете, что хотел? Я бы хотел вот выйти сюда, потому что у меня уже 33 наивы. В принципе, можно ее докачать. А еще потому что здесь мне больше всего нравятся бафы. Штраф в заметность и планирование это сильно. Здесь бафы, ну, прикольные, но не слишком. Здесь тоже бафы, ну, прикольные, но такое совсем. И вот это тоже как бы сильно, но у нас не так много артиллерии. Так что, наверное, нет. Так что, я думаю, мы выйдем вот сюда. Опять, этот баф тоже не сильно лучше этого. А пойдем туда. И я думаю, пора... При этом вот эти вот фокусы. Очень полезная будет отсюда промка для нас. Исследуем последние техи на самолеты. И можем теперь составить маломальский нормальный самолет. Мы и так кое-что делали. Потому что, ну, надо что-то делать. Но я думаю, теперь мы можем прям такие солидные самолеты делать. Все еще у нас нет третьей самолеты, нету вторых орудий, нету третьих двигателей, как бы, но нормально. До этого момента мы просто делали все межвоенное, как вы можете видеть. Так что, было так себе. Сейчас же сделаем такой наш классический самолетик. И, наверное, сюда с вами топлены баки. Вот так вот. Это у нас, я думаю... Да, иконочка, ну, пойдет для нас. Для нашего самолета. Танка им тоже делаем. Замечу, у нас есть несколько танковых дивизий. Но они пока что вот в таком состоянии. То есть, выглядят они отвратительно. Думаю, мы их модифицируем, как и наши моторные дивизии. Моторные в скобочках моторизованы, конечно же. К ним добавим, я думаю, моторизованную артиллерию. И ставим, будем использовать. Я думаю, мы найдем им применение. Вот здесь очень много равнин будет. Есть у нас мобилизация Рынской гвардии. Военно-завод дали. Существовали какую-то дивку. Теперь берем промо непосредственно себе. А еще, я думаю, пора потренировать всю нашу авиацию. Потому что когда, если не сейчас. Топливо, благо, мы уже какое-то производим сами. Конечно, еще далеко до идеала. У нас очень много техов еще не исследовано на топливо. Но в этом-то и проблема того, что мы не взяли ячейку исследований. Это была ожидаемая проблема. Развитие оружия готово. Мы доделали все фокусы, что мы могли нормальные. Пока Пруссия не сделает свой ход, я думаю, мы ничего сделать и не сможем. Так что у нас есть варианты пойти вот сюда. Во флот. Либо пойти во львы базы. Здесь есть, если что, достаточно полезный бак для нас. Но я думаю, давайте закончим вот эти вот колониальные фокусы. Чтобы точно у нас нигде ничего не бахнуло. Лишнего, по крайней мере. Потому что, по ощущению, что-то где-то все еще бахнет. Но этого хотя бы станет меньше. И произошел раздел Османской империи. И он произошел очень странным образом. Я вам скажу. Очень странным образом. Здесь появилась Византия, Приривая Греция. Тут все еще имеется какая-то греческая республика, эллинское государство. А ну вот, Болгария передала Россия территории. Понтийская республика. Короче, да, очень странно, но допустим. И мы можем упразднить Арабское королевство. Таким образом, национализм там пропадет. И аристократия тоже станет поспокойнее. Для нас должно быть, наверное, полезно. Не знаю, что делает Пруссия. Но, к сожалению, агентства здесь почти полностью убраны. Кроме просто вот этих базовых шпионов. Вот даже криптологией заниматься нельзя. Видимо, чтобы мы никак не могли мешать каким-то скриптовым вещам. А не решили просто вот так вот все выпилить. Это, конечно, не точно. Но я подозреваю, что, наверное, так оно и было. Давайте позанимаемся теперь Индокитаем. Нам надо разобраться с террористами. Там потом, я так понимаю, будет восстание. Я думаю, мы должны будем с ним справиться. Альтернативно было бы разделить на кучу мелких марионеток. Но я думаю, это плохая идея. Все-таки марионетка будет получше, Чем несколько мелких. В среднем это, наверное, правда. Конечно, больше мелких больше делают фабрик. Но я думаю, все еще не стоит нам этим заниматься. И не забываем подкачивать потихоньку стабильность. Потому что это дает неплохие бонусы в итоге. И я думаю, сделаем из нашей танковой дивизии легкотанковые дивизии. Да, легкие танки такие себе. Но что у нас есть, что у нас есть. Парень сбежал в Сиам. Но мы думаю, попозже с ним может разберемся. В крайней мере, нету вот этого вот рейста в Хошимина. Может, это нам поможет. Может, нет. Посмотрим. Если говоря, Сиам. У нас здесь с кем война. Ротан. Касси должны воевать с Едконгом. Наверное, вот это все-таки. Так что я предполагаю, что мы будем воевать с ними. А значит, туда, наверное, нам и стоит какие-то дивизии поставить. Ну и давайте теперь точно уже заниматься вот этими фокусами. Тут еще под конец поддержку войны дадут. Но еще и к исследованию мы, походу, уже нигде точно не получим. Так что стремя до всей, до самого конца игры. А, и слушайте. Прошло много времени, как произошла вот эта вот война с Сиами. Давайте-ка сразу сделаем поддержку королевству Ротана Кассину. Видимо, проблемный именно тот кусочек, с которым мы можем воевать и успешно его разбить. Поехали туда. Так, принимает наше предложение. А теперь хотите ли они... Так, в регионской конференции. А. Все, наверное, просто закончился мир и все. Можем понизить уровень автономии. Ага, колония. Да, почему бы нет. И теперь загадка. Кстати говоря, мы можем анонсировать Люксембург в теории. Звучит приятно для нас. Если они возьмут фокусы, блин, промышленные наконец-таки. Они наконец-то по ним пошли, тут почти никаких других и не осталось. Слава богу. Ну и делаем какие-то вот такие легкие танки. Просто статовые. Вряд ли еще так будет работать, но именно статы, в принципе, пойдут. И вот она в Бурбон анонсирует сразу-таки до Китая. О, а это приятное развитие событий. И как будто синтетика не нужна была. Ну ладно, у меня все еще нет нефти. Все еще эту синтетику я в теории могу экспортировать. И кто-то у меня в теории может покупать, хотя по факту не покупает. Давайте европейскую колонию. Хотя, нет-нет-нет, давайте все-таки армию. Наконец-таки. Европейская колония почилит. Что здесь дивизии непонятные? Хороший вопрос. Это индо-китайский, я так полагаю, дивизии. Окей. Это все мы отправляем сюда. Наверное, отсюда мы отправляем эту армию обратно куда-нибудь сюда. Эти дивизии, ну, так и быть, я думаю, сделаем защитную конь фельдмаршала. Пустим и, так и быть, раскидаем их здесь. Пускай на всякий случай защищают какие-то порты. Может, плюс еще вот эти ребята на гидконге нападут. Может и нет, но пускай будут. В таком случае здесь защитники. И в Прусе требуют Силезию. Судя по всему, началось. Судя по всему. Наши войска как раз едут. И, судя по всему, сейчас мы тоже начнем воевать. Наше дивизии, я бы сказал, скорее готовы, чем не готовы. Стоит нам только кого-нибудь танкового себе фельдмаршала еще сделать. Вот, наверное, Деголь это и будет, кстати говоря. Я думаю, для нас подойдет. А, если что, кстати говоря, я могу взять и те, и те бафы. На фоне этого, кстати говоря, вот это выглядит интереснее. Я вот не заметил, что здесь-то не взаимосвещающие вещи. То есть я смогу взять и танки, и доктрины. Что, кстати говоря, подходит для нас. Мы пошли в легкие танки и, скорее всего, в третью доктрину при этом. Только пока что у нас нету никаких вариантов начать войну с Пуруссией. Звучит любопытно. У нас нету никаких кнопочек, ничего. И фокусы тоже пока что никакие недоступны. Так что, видимо, мы должны подождать какого-то развития здесь событий. Кстати, Пуруссия как будто проигрывает. Наши обороны пусть в Пруссаке ослабнут. Мобилизация сел. Скоро дивизия организации минус стабильность. Можем начать, так сказать, блист кринж. Вообще, звучит как будто да. Так что, наверное, я... Все войска снимаю отсюда. Эти войска... Я бы тоже хотел снять, но уже ладно. Эти войска... Тоже, пожалуй, давайте-ка сюда. По-быстрому перебросьтесь. Утаризованная пехота должна по-быстрому занять какой-нибудь Гамбург. Танки... Во-первых, прекратить все тренироваться. Танки пускай добьют вот эти территории и потом смогут тоже с севера наступать. Это так, наверное, меня устроит. Там считали, я может вступить через некоторое время. И у нас здесь нету пункта снабжения. Надо его построить. Может займеть некоторое время. А в целом, мы по ощущениям... Я думаю, готовы к этой войне. Так что да. Танки пускай как примет это... Это нападение так и будет окей. Я бы еще единственное забрал войска у Вестфалии. По одной простой причине мне не нравится, что они держат очень много наших припасов. Очевидно, я не могу выключить припасы в чужой стране. Для чужой страны. Этой самой же. Так что как-то так, наверное, мы пока все переставим. Вы куда-то сюда. А здесь у моих войск теперь хватает снабжения, что меня более чем устраивает. Просто что я могу сказать? Мы можем... Поможем нашим истрийским братьям. Вперед к войне. Полная мобилизация заданий какой-то. Это что у нас такое? Через 25... Ага. Через 25 дней начнется эта самая война. То есть, просто я так понимаю, успеет какие-то войска сюда перебросить. Ну, я думаю, мы это переживем. Здесь есть некоторые проблемы с снабжением, конечно же. Эти войска, кстати говоря, можно все еще подрелить. Эти нет. Но как только война начнется, мы будем более чем готовы. И на Нидерланды, кстати говоря, под Францией в моей игре смогла Нидерланды захватить. А у меня почему-то такой опции как-то даже и не было. Возможно, я что-то сделала не так. И нужно было как-то сюда, наверное, пройти, чтобы, да, в Альянс их позвать. Либо чтобы там произошла революция, а ее, видимо, не произошло. Выполная мобилизация готова. Мы получили КБ, можно нападать. И мы обязательно это сделаем. Но в следующей серии, ребята, с вами был Допгейм. Обязательно подписывайтесь, если вы вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, твич, диск, корт. Все, ребята, как обычно. До скорых встреч. Всем пока.